Всем привет! Вам очень понравилась история Граммника Разрушителя, потому я делаю её третью часть. Но сначала я хочу рассказать вам о том, что я сделал новую версию. Нет, не Lost Signal от него, я пока что откровенно устал и делаю его очень медленно. Я обновил свою вообще первую игру на Google Play про пушку Canon Time. В ней можно стрелять из пушки, а что ещё для жизни надо? Ссылка на прошлые части приключений Граммника Разрушителя и на игру Canon Time в описании. Мир SCP-LD9-431. Возврат без происшествий. Субъект появился в богато мебелированной версии своей камеросодержания. Выйдя из камеры, он обнаружил, что комплекс инвертирован относительно базовой реальности. Все кабинеты поменялись на камеры содержания и наоборот. Дальнейшее исследование показало, что сотрудников фонда держат под замком ввиду того, что они могут проводить опасные эксперименты. Персонал зоны, занятой содержанием, состоял из менее агрессивных версий тех гуманоидов, которые состоят на содержании в базовой реальности. Уменьшенная агрессивность никак не снизила общий риск для безопасности. Выяснилось, что комплекс наполнен биологическими, меметическими и прочими угрозами. Неизвестно, как при видимом отсутствии мер по содержанию не случается сценарий класса К. Персонал, не занятый научной деятельностью и сотрудники класса Д, остались без изменений. Запросы. Более тщательное психологическое освидетельствование сотрудников удалено. Честное слово, парни. Что-то вы темните насчет 507-го. Он никогда не приносил обратно ничего опасного, хоть это и непонятно, каким вообще образом. И это не считая того, что он бывал в психиатрической больнице и метит в научные сотрудники. Агент Макдэнилс. Мир. Рэд. Б9Р. Эйво. Возврат. Субъекта нашли в его комнате с признаками депрессивного и кататонического синдрома. Субъекта подвергли воздействию SCP-999. Расстройства психики пропали целиком. Субъект появился в большой толпе людей, одетым в водолазный костюм. Окружающие его не замечали и не обращали внимания. Сумку с вещами у него отобрали при досмотре. Субъект шел вместе с толпой, пока всех не завели на большое судно, на котором находилось несколько баков и большое количество водолазных масок и шнорхелей. Когда всех вывели, субъект отметил красный цвет воды. Один из ныряльщиков вслух возразил против действий сотрудника службы безопасности, после чего его расстреляли, а тело выбросили в воду. Из-за жесткого и агрессивного отношения охраны к нарушениям установленного порядка, субъект решил не справляться о своем местонахождении. Вскоре началось массовое погружение ныряльщиков. Субъект не отставал от основной массы участников большую часть времени. Вскоре толпа ныряльщиков наткнулась на что-то по описаниям практически идентичное SCP-3000. Субъект испытал соответствующее меметическое и когнитивное воздействие, характерное для SCP-3000. После этого произошло возвращение в реальность. Меметическая угроза пропала. Запросы. Устранение. Запрос отклонен. Мир SCP-268-110. Возврат. Субъект был найден в своей комнате, окровавленной в порванной одежде и без левого указательного пальца. Субъект появился в альтернативном комплексе фонда. Сработала система оповещения. Подняв голову, субъект понял, что нарушены условия содержания SCP-682, который в данный момент стоит прямо перед ним. Субъект сохранял неподвижность, пока его случайно не зацепил хвост SCP-682. Последний сразу же набросился на SCP-507, успев оторвать указательный палец и нанести несколько глубоких продольных рваных ран. Затем в бой с SCP-682 вступили бойцы МОК, что дало субъекту возможность сбежать, добраться до ближайшего медпункта и стабилизировать свое состояние. Персонал фонда нашел субъекта спустя 27 часов, после того, как условия содержания SCP-682 были восстановлены. Субъекту оказали дальнейшую медицинскую помощь и сопроводили в камеру содержания. Запросы. Новый палец. Запрос удовлетворен. Господи Иисусе, представить не могу, что ему там довелось пережить. Тем важнее уничтожить чертова ящера как можно скорее. Доктор Джуни Реванс. Мир. GPL-114-904. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект был найден в универсальном магазине. Субъект был покрыт ожогами, одежда была опылена. SCP-507 оказался в горящем здании. Все выходы были перекрыты, завалены или охвачены огнем. Субъект открыл окно, чтобы попытаться выпрыгнуть. Выглянув в окно, SCP-507 увидел внизу большую толпу гуманоидов в длинных балахонах и изукрашенных масках. Гуманоиды безмолвно смотрели на горящее здание. Некоторые из них держали в руках факела. У одного из них был плакат с текстом. Он счел тебя виновным в грехе и понесешь ты кару по воле его. Не имея другого выбора, субъект прыгнул и перенесся обратно в середине полета. Запросы. Мазь от ожогов и книга по различным культам. Запрос удовлетворен. Мир. W. Q. K. 112. 994. Возврат без происшествий. Субъект оказался в большом густом лесу, где не было признаков присутствия людей, животных или насекомых. Тишина и неподвижность леса, по словам субъекта, действовала на нервы. SCP-507 попытался найти выход из леса. Субъект блуждал по лесу три недели, но края леса так и не обнаружил. Для выживания ему пришлось искать съедобные на вид орехи и плоды. Не найдя больше орехов и плодов, субъект был вынужден жевать собственный ремень. До момента возвращения в нашу реальность субъект так и не обнаружил каких-либо признаков животной жизни. Тем не менее, у него было ощущение чужого взгляда. И ему казалось, что за ним кто-то следует. Так как доказательств этого нет, ощущения субъекта могут быть списаны на симптомы долгой изоляции. Запросы. Добавить к его снаряжению нескоро портящийся рацион питания на неделю. Запрос удовлетворен. МИР SDY 745-924. Возврат без происшествий. SCP-507 оказался в мире целиком состоящим из кондитерских изделий. По его описанию, это было как фабрика Вилли Вонки на максималках. За время пребывания в том мире объект набрал 6.8 кг веса. Запросы. Еще конфет. Запрос отклонен. МИР WLM 003 279. Возврат. Субъект появился в столовой комплексе в бессознательном состоянии и с пеной у рта. При оказании медицинской помощи выяснилось, что в его крови были опасные для здоровья количество теопенталонатрия, панкурония и хлорида калия. SCP-507 появился в камере тюрьмы особо строгого режима. Расспросив охрану, субъект выяснил, что его обвиняют в совершении серии убийств. Ввиду характера совершенных преступлений, субъект был приговорен к смертной казни. Ответы на дальнейшие вопросы помешал получить тюремный режим. Встретившись с адвокатом, SCP-507 выяснил, что казнь назначена на следующее утро. Адвокат предоставил обширный список доказательств причастности субъекта к преступлениям, в том числе отпечатки пальцев и видеозаписи с камер наблюдения. Доказательства совпали с SCP-507 полностью, в том числе зубная карта и образцы ДНК. Согласно имеющейся гипотезе, двойник субъекта в этом измерении совершал убийство и, применив свои способности, совершил побег из камеры. Ведется расследование инцидента. В камере для совершения казни субъекту была сделана смертельная инъекция. На момент обратного переноса у субъекта развилась сердечная недостаточность, но медперсоналу фонда удалось его спасти. Забросов нет. МИР-12Н-Ю-6-77-22Ф. Возврат без происшествий. Субъект охарактеризовал эту реальность как голубую мечту анимешника. Точка бифуракации находилась примерно в 14 веке, когда японские мореплаватели открыли Америку. По этой причине западный берег Америки был колонизирован в Японии. Приток продуктов и ресурсов помог Японии занять доминирующее положение, сначала в Азии, а затем по всему миру. Японская империя вела с европейскими державами несколько войн в Америке и Западной Азии. Последняя война с Британской империей в 1932 году переросла в Холодную войну, которая кончилась банкротством Британии в 1977, и объявлением независимости ее заморскими территориями. Изъятые предметы. Планшетный компьютер с зарядным устройством на солнечных батарейках и устройство ввода. Субъект позаимствовал их в интернет-кафе. Из-за незнания языка субъект смог воспользоваться лишь базовыми функциями. Устройство ввода оптимизировано под японский язык. Несмотря на значительные отличия другого измерения, сохраняется аппаратная совместимость планшетного компьютера и устройства ввода с современной техникой из нашего мира. Запросы. Уроки японского. Запрос отклонен. Субъекту предоставлен доступ к материалам для самостоятельного обучения во внутренней сети фонда. МИР-37С-99388-14. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект обнаружен с киянкой в руке и привязанной к ногам наковальней. Субъект появился в открытом поле во вселенной, внешне схожей с мультфильмом, выполненным в селовой тонировке. Внешность субъекта изменилась соответственно. Обитатели вселенной были либо забавными зверушками, либо гуманоидами с мультяшными чертами лица. По всей видимости нормальные законы физики в этой реальности не действовали. Вместо этого обитатели подчинялись некой разновидности мультяшной физики. К примеру, когда SCP-507 взглянул на солнце, то получил от него просьбу не пялиться и совет надеть солнечные очки. Как выяснилось, субъект тоже подчинялся местной физике. Это выяснилось, когда он сильно испугался и с перепугу прыгнул метров на 30 вверх. Запросы. Прыгнуть с крыши с простыней в руках, чтобы выяснить, работает ли оно до сих пор. Запрос отклонен. МИР-92П-152-92ФДЖИ. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект обнаружен в... С глубокими резанными ранами на левом боку и левой руке. SCP-507 появился в совершенно темном пространстве. На уровне его головы висели светящиеся огни. При непосредственном осмотре выяснилось, что это своего рода плоды дерева с черной корой. Фонарик светил слабее, чем раньше. Издалек субъекта приближался какой-то свет. Приглядевшись, субъект разглядел в нем ярко светящуюся гуманоидную фигуру. Сущность оказалась неагрессивной и старалась следовать за субъектом. Спустя два часа сущность отдалилась от субъекта и исчезла среди непонятных плодов. Спустя еще один час субъект услышал поблизости тяжелое дыхание. Посветив фонариком на источник звука, субъект обнаружил другую сущность. Черную как уголь. Таким образом в темноте она была практически незаметна. Субъект попробовал спастись бегством. Сущность пустилась следом и напала на него, нанеся вышеупомянутое ранение. Запросы. Не считая медицинской помощи более яркий фонарик. Запрос удовлетворен. МИР-Х-Й-О-772-939. Возврат. Субъект появился у себя в комнате с кровоточением из глаз, ушей, носа и рта. Следующие 42 дня он находился в коме в стационаре С. За это время он не шевелился и никуда не переносился. За исключением прибытия в другое измерение, у субъекта очень мало связанных воспоминаний об этом переносе. Он появился на постоянно меняющейся белой местности. А внизу располагался город, сделанный из чистого света. Постройки в этом городе имели невозможную форму, которую субъект не в состоянии выразить словами или вспомнить в каких-либо подробностях. Из города вышли два громадных существа и направились к объекту. Присутствие этих существ, вероятно, жителей города, вызвало у субъекта очень сильную боль. Вскоре он утратил зрение. Попытки существ заговорить с субъектом привели лишь к тому, что от силы их речи у него лопнули барабанные перепонки. Последним, что он ощутил, было как он распадается на части. На вопрос о внешнем виде существ SCP-507 ответил. Это было как смотреть Богу в лицо. Примечание. Несмотря на значительные полученные травмы, SCP-507 вышел из комы полностью здоровым. Ведется исследование этого случая. Запросов нет. МИР HYX 324-21К9. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект обнаружен в национальном парке в дальней части пещеры в середине горы. Субъект был одет в шкуры животных и сжимал в руках примитивный арбалет. Субъект перенесся в измерение, где люди не стали господствующим видом. Вместо них на земле господствовали рептилии, вероятно, потомки более крупных динозавров. После переноса субъекта немедленно задержали, отобрали всю одежду и снаряжение и переправили в резервацию для людей. Резервация использовалась для спортивной охоты на оставшихся людей. Благодаря развитому рассудку и хорошей скрытности субъекту удалось выжить. Оставшуюся часть переноса субъект прятался от охотничьих отрядов на деревьях. Запросы. Снаряжение взамен утраченного. Запрос удовлетворен. МИР H-37U-24М-13. Возврат. SCP-507 появился в подвальном коридоре 4S, имея при себе из одежды пояс, нож и фонарик. Измерение, в котором оказался субъект, состояло целиком из живых людей. Планета состояла исключительно из живых людей, которые поочередно выполняли различные функции. Помимо прочего, служили едой для других и подпирали тоннели. Женщины беременели самостоятельно и рожали спустя несколько дней, не нуждаясь в дополнительном питании. Одежду субъекта украли другие люди, хотя за все 7 дней его пребывания в том измерении, ему не пришлось заниматься какой-либо работой. Запросы. Не видеть никаких людей сверх необходимого. Запрос удовлетворен. На 3 недели. МИР G-31E-20I-14. Возврат. Найден посредством маячка приблизительно в 120 километрах. Данное измерение состояло из различных видов желатина. Местность представляла собой плоскую равнину от горизонта до горизонта с редкими невысокими холмами примерно в 20 километрах друг от друга. Субъект шел пешком примерно день, забрался на холм и заметил вдали что-то металлическое и блестящее. Следующие несколько дней он шел в ту сторону. Пил из лужиц жидкого желатина. Спал и вернулся в наше измерение, не дойдя до металлического предмета около 18 километров. Запросы. В течение месяца субъект отказывался от мягкой пищи. МИР S-33-4G-3-BG-4. Возврат. Появился в 5 метрах над полом столовой зоны. Субъект появился на большой баскетбольной площадке, где играли в баскетбол 6 существ. Среди игравших было 2 человека. 3 инсектоида с трехсторонней симметрией тела. Один организм, похожий на кальмара, с бурой грубой кожей, покрытый наростами, и одно левитирующее шарообразное существо с 8-ю трехсуставчатыми лапами. Субъект спросил, где он, и получил ответ, что это межвидовый спортивный центр. Субъект осмотрел несколько комнат для различных игр. Большинство из них были непригодны для людей. После чего два существа в оранжево-розовых униформах заперли его в комнате. На вопрос, почему его привели в комнату, одно из существ ответило, что его задержали здесь до закрытия за то, что тайком пробрался в наш спортивный центр. Следующие 7 часов субъект провел в той же комнате, после чего перенесся обратно. Запросов нет. Мир А10ЕР5-436. Возврат без происшествий. Субъект оказался в измерении, где все замерло на месте. Декабря 2012 года. Еду и воду он добывал без затруднений. Небо окрасилось красно-розовым и показывало сообщение об ошибке. Эррор 1452-8. Ожидаемое время загрузки 228-342 лет. Субъект провел в этом измерении два месяца, после чего перенесся назад. Запросы. Проводить больше времени с сотрудниками, так как там было одиноко. Запрос удовлетворен. Субъекту разрешено время от времени сопровождать доктора Гарсона. Мир Н4Ю ОК-6 ЕС-2. Возврат без происшествий. Субъект оказался в альтернативной версии зоны фонда SCP. Субъекту было позволено пообщаться со своим двойником из другого мира. Выяснилось, что комплекс принадлежит агентству по охране и укрыванию сверхъестественного, альтернативной версии фонда, схожей с ним в большинстве основных характеристик. Дальнейшее исследование показало, что в этом мире неизвестны ядерные реакции, но используется разновидность энергии, испускаемой грызунами при погружении их в кровь или плазму крови других млекопитающих. Отмечено сходство с SCP-4062. Субъект провел в этом мире около 8 дней. Запросы. Подборку книг по истории, чтобы лучше разбираться в различиях между измерениями. Запрос удовлетворен. Мир АКУ-Л-58H-99М. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект обнаружен агентами фонда в Айдахо при попытке добраться обратно в зону посредством автостопа. SCP-507 оказался в измерении, где средняя продолжительность жизни человека составляла около 24 часов. Жители этого измерения быстро стареют, так что ребенок, родившийся в 9 утра, к следующему утру будет равен 85 годам. Несмотря на их короткую жизнь, граждане все равно получают работу и вступают в брак. Только ускоренными темпами. Субъект лично видел, как пара встретилась, вышла замуж, родила двоих детей в течение трех часов. Субъект оставался в измерении в течение двух месяцев. Из-за своей нормальной продолжительности жизни он наблюдал за жизнью поколений и стал всемирно известен, как человек, который не умирает. Субъект сообщил, что к нему относились как к мудрому старейшине и обращались за советом в решении мировых проблем. Запросов нет. Мир JDP H0V KRZ Возврат. Найден в техническом помещении уборщика зоны. Субъект появился над трибунами на очень высокой крытой арене, длиной около 4 километров и высотой примерно в полкилометра. В центре арены сражались четыре команды, одетые в оранжевое, желтое, розовое, пурпурное. В каждой группе было по четыре человека. В их распоряжении находилось два гранатомета, четыре штурмовых винтовки и один танк. Субъект не смог определить приблизительное количество людей, наблюдающих за событием, но он утверждал, что все места были заняты. Через три минуты субъект был задержан двумя охранниками и припровожден в камеру. Когда субъект спросил, почему его задержали, охранник ответил, вы нарушили правила ежедневных игр и будете проходить как игрок для будущей игры. Испытуемому разрешили смотреть игру по старомодному телевизору в своей камере. Так он узнал, что все игры контролируются кем-то по имени Мастер 024, который регулярно прерывал игру сменой правил. Во время третьей игры субъект наблюдал, как несколько научных сотрудников в одежде с измененным логотипом фонда были вынуждены играть на полосах препятствий. Субъект появился примерно через 36 часов. Было отмечено очень близкое сходство арены с SCP-024. Исследовательская группа SCP-024 была проинформирована об этом событии. Запросы. Доступ в тренажерный зал зоны для подготовки к случаю с аналогичными обстоятельствами. Отказано на том основании, что перемещение SCP-507 в это же измерение в будущем маловероятно, а также, что это не даст существенно более высоких шансов на победу. МИР 4H6-78V-FG9 Возврат. Субъект был найден в зоне отдыха. Поначалу персоналу показалось, что на теле субъекта наблюдается серия глубоких порезов, идущих по правой щеке, шее и плечо объекта. Субъект сразу сообщил, что порезы на самом деле являются сценическим гримом. Субъект появился в комнате отдыха, на первый взгляд идентичный той, в которой он находился до переноса. Исследователь и доктор говорили ни о чем конкретном, об оборудовании, увиденном на съемочной площадке, а также о людях в униформе, напоминающей униформу рабочего телешоу, управляющего съемочным оборудованием. Присмотревшись повнимательнее, испытуемый понял, что комната отдыха на самом деле была просто декорацией для съемок фильма или телешоу. Два научных сотрудника заметили внезапное появление SCP-507, выразив удивление, по той причине, что возвращение к реальности должно было произойти только через 10 минут. Доктор также сообщил субъекту, что ему нужно зайти в гримёрку. Субъект сообщил, что затем исследователь сказал мужчинам, отвечающим за оборудование, чтобы они начали съемку сверху. После возвращения из гримёрки субъект перенесся обратно. Запросы. Время поразмыслить. Запрос удовлетворен. Назначен сеанс с психологом. МИР-3-ЛЕ-4-НН-АУТ. Возврат. Субъект был найден примерно в 20 километрах от зоны. Субъект появился в том, что сначала было принято им за лес. Испытуемый быстро определил, что лес находится в бетонном семиугольном тоннеле, освещенном синими люминесцентными лампами, каждая грань которого имеет около 8 метров в ширину. Затем субъект обнаружил, что тоннель содержит невероятно разнообразное количество растений, многие из которых не растут естественным образом на одном континенте. Вскоре объектом была обнаружена фраза «0.43 предупреждение», написанная желтой краской из баллончика ровно через каждые 100 метров, с ненормально большим кровавым отпечатком руки на стене рядом с каждой надписью. Каждый отпечаток был приблизительно 60 см в длину и 20 см в ширину. Субъект попытался найти конец тоннеля, питаясь плодами известных ему видов растений, но не достиг конца. Субъект провел в измерении 6 дней. Запросов нет. ТЕ-2 ОО-1 АН-9 Возврат Субъект упал примерно с 9 метров на крышу зоны и сломал ногу. Объект в настоящее время находится в лазарете. Субъект проснулся в темной комнате с часами, показывающими время и дату. 07-33-84-31-20 ГАН-1 Субъект быстро нашел лестницу и поднялся на 8 этажей, прежде чем достиг того, что субъект описал как кабины пилота самолета, с видом на разрушенный аэродром и десяток каменных статуй, стоящих в разных позах. После того, как объект моргнул, им было замечено, что почти каждая видимая статуя двинулась. Оставшиеся 4 дня субъект прятался на лестничной клетке с фонариком, пытаясь читать журналы и руководство по полетам на неизвестном языке. Субъект не обнаружил присутствие людей, но утверждает, что слышал взрывы за 3 дня до обратного перемещения. Запросов нет. W-6-927-DH-7 Возврат Субъект был извлечен из большого синего костюма собаки, аномально сросшегося с кожей субъекта. Костюм был съемным, но большие части кожи субъекта срослись с костюмом. Было принято решение отделить костюм от субъекта посредством хирургического вмешательства, что впоследствии вызвало необходимость пересадки кожи. Субъект появился в здании, идентичном с зоной, в которой он находился, за исключением того, что весь персонал был одет в антропоморфные костюмы животных. Сотрудники быстро попытались загнать субъекта в угол, говоря о становлении мохнатым. Субъект вырвался, но из-за его сломанной ноги, которая сломалась во время прошлого возвращения, был пойман сотрудником, который затем надел на субъекта синий костюм собаки. Субъект ощутил сильную боль, после чего переместился назад. Запросы. Тонкий костюм, облегающий тело. Запрос удовлетворен. LYM240ERP. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект был обнаружен на рыболовном судне в южной части Тихого океана. Субъект появился на двухполосном шоссе посреди пустыни. Не было никаких признаков других форм жизни. Сама дорога несла на себе следы разрушений, как будто недавно пережила вооруженные столкновения. Через каждые 100 футов были расставлены таблички с надписью «Не сходить с дороги», а также «Дорога защитит тебя». Из-за отсутствия лучшего варианта и потому что это не тот случай, когда надо игнорировать дорожные знаки, субъект отправился по дороге. По мере продвижения субъект стал наблюдать миражи в пустыне. Субъект сообщил, что они приняли форму его друзей и семьи, жестами приглашая субъекта перейти к ним на песок. С течением времени эти иллюзии становились все более изощренными. Субъект сообщает об одном примечательном случае, когда его мать появилась рядом с пиццерией, которая одновременно была и водной горкой. Спустя время субъект был вынужден сойти с шоссе из-за массивного кратера, который препятствовал дальнейшему продвижению по дороге. В этот момент субъект ощутил движение под ногами и общее чувство беспокойства. Субъект вернулся в наше измерение через 4 дня. Запросов нет. W7RO181D3. Возврат найден посредством маячка. Субъект обнаружен в библиотеке на расстоянии примерно 300 км от зоны. Субъект появился в водоеме и всплыл на поверхность, быстро обнаружив, что он находится в гигантском океане. Испытуемый пробыл в воде почти 2 часа. Прежде чем заметил вдали корабль и подал сигнал, отразив свет от своего ножа. Субъект был быстро обнаружен и поднят на корабль. Оказалось, что это раболовецкое судно. С гораздо более высокими технологиями, чем в нашем измерении. И с экипажем из дюжины разумных существ, похожих на слезняков. Субъект сначала не смог общаться с экипажем, но позже смог развить систему общения, рисуя изображения. Субъекту разрешили остаться на судне и кормиться в обмен на помощь в уборке постелей. Субъект описывает этот опыт как самое отвратительное, что он когда-либо делал. Прошло примерно 9 дней и 12 часов, прежде чем субъект вернулся в свое измерение. Приобретенные предметы. Одна наполовину съеденная рыба с субстанцией, похожей на волосы, растущие на месте спинного плавника. Запросов нет. МИР-Н30-МСИ-Р1С. Возврат без происшествий. Субъект появился в альтернативной версии зоны, где каждый твердый и жидкий объект был малиново-красным, включая все живые организмы. По словам одного исследователя, SCP-507 является совершенно нормальным человеком, но выглядит так странно, аж глаза режет. Объект содержался около 20 часов, прежде чем переместиться обратно. Запросы. Зеленое одеяло вместо текущего красного. Запрос удовлетворен. МИР-СЕМЬЕ-Ф-52-198. Возврат без происшествий. Субъект появился в невыразительной белой комнате, где не было ничего, кроме субъекта и покойного 41-летнего президента Соединенных Штатов, Джорджа Буша-старшего. Джордж Буш начал производить мокрую брокколи из неизвестного места и постоянно бросать ее в субъекта, неоднократно говоря. 1992. Запросов нет. МИР-2Q2-W1ER-18. Возврат без происшествий. Субъект переместился в комнату с черными стенами, потолком и полом. После этого он попытался постучать в стену. Постучав несколько раз, он заметил гуманоидное существо, стоявшее в углу. На нем была одета стандартная униформа класса D. Существо казалось человеком, но за место головы у существа была голова кошки. Существо атаковало субъекта ударом в грудь, бейсбольной битой. На вопросы субъекта, почему оно так сделало, сущность ответила «Ты сам это хорошо знаешь, панк, не уходи». Затем существо прошло сквозь стену комнаты. Остаток времени до переноса субъект безуспешно пытался покинуть помещение. Запросов нет. Субъект прошел реабилитацию в лазарете. МИР-507-E56-T8G. Возврат. Субъект найден в ссадинах и истекающем кровью в коридоре за пределами обзора камеры. Была оказана медицинская помощь. Субъект переместился в невероятно большую темную комнату, заполненную тысячами других гуманоидов, из которых почти половина была идентична SCP-507 по внешнему виду, а также 40% выглядели как SCP-507 с незначительными или крупными изменениями, такими как пол, раса, рост, шрамы, униформа, телосложение, вес, вид, включая гориллу, SCP-1000 и вид, напоминающий SCP-2703. Субъект начал говорить с другими сбитыми с толку 507-ми и быстро определил, что они были эквивалентами его самого в других реальностях, такими как 507-й в деловом костюме, который никогда никому не рассказывал о своих сдвигах в реальности и никогда не слышал о фонде SCP. Через несколько минут с потолка раздался громкий голос, который объявил, Внимание, прогуны измерений! За ваше преступление против порядка и разделения миров вы будете уничтожены. После этого в толпу 507-х было выпущено несколько тысяч пулеподобных предметов. Примерно через 10 секунд все 507-е в комнате начали возвращаться в свои измерения. Субъект вернулся в родное измерение через 10 секунд. Субъект был ранен. В руку пули прошедшие насквозь. Также во время паники и давки в комнате субъект получил сильные ушибы, приобретенные предметы. Субъект переместился назад с трупом, которого касался обеими ногами, когда перемещался назад. Труп был человеческим и полностью соответствовал SCP-507, не считая большого змеиного хвоста телесного цвета, длиной в 5 метров. Смерть наступила в результате попадания в голову двух схожих с пулями снарядов. Один был обнаружен в правой лобной доле и был достаточно цел для изучения. Труп был помещен в морозильную камеру на неопределенный срок и по неизвестным причинам не вернулся в свое измерение. Запросы. Уроки уклонения от пуль. Запрос удовлетворен. МИР PCP 010 DCM. Возврат. Без происшествий. Субъект появился в жилой комнате, соответствующей его собственной, и быстро понял, что он находится на зоне, принадлежащей фонду МКИД, девиз которого «поддержать, содержать, удержать». Данное измерение отличалось от нашего тем, что каждый злой человек или организация были хорошими и наоборот. Фонд МКД был союзником Лапы Льва и Глобальной Организации Сдерживания. Враждовал С, Секл, Харон и Фенфорд, организации, которые якобы пытают аномалии. Остаток времени в измерении прошел без происшествий. Испытуемому разрешили подняться на третий уровень. SCP-507 из измерения PCS-10DCM вернулся к своей реальности спустя два дня, и ему разрешили поговорить с субъектом. Следует отметить, что SCP-507 в этой реальности назывался МКД-705. Запросов нет. Приложение 507-3В-00. Во время одного из самых напряженных столкновений с... Пострадали некоторые документы в архиве. Другие же претерпели изменения или потеряли бытийную вероятность. Документ 507-3В, как мы считаем, относится к числу измененных. В данный момент ведется его восстановление из резервных копий, сносок и... По этой причине информация в этом документе может претерпевать изменения, появляться и исчезать. Доктор.